Шампуни, бальзамы-ополаскиватели, гели, пены, мыло. Все это продукты мировой промышленности, движимые нашим стремлением быть красивыми. Одно из самых популярных средств индустрии красоты – гель для душа. Наверняка бутыль с моющей жидкостью есть в каждой ванне. Так как она делается? В это сложно поверить, но гели для душа, без которых мы сегодня не мыслим жизни, были созданы лишь в 70-х годах прошлого века. До того времени люди активно пользовались мылом. За относительно короткий период времени гель стал очень популярным. И сегодня его разновидности не имеют границ. Всегда найдется продукция, подходящая вкусу каждого человека. Гель для душа по сравнению с мылом имеет ряд преимуществ. Он меньше раздражает кожу, мылит лучше при использовании жесткой воды и не оставляет следов на коже или в ванне после использования. Производство косметического средства – сложный процесс, требующий тщательного контроля. Ведь в его состав входит несколько десятков ингредиентов. И начинается все с этих синих бочек. В них находится сырье. Согласно производственного досье, где указывается рецептура будущего изделия, мастер взвешивает на весах необходимое количество ингредиентов. Гель изготавливается на основе водной эмульсии, потому чистая вода – один из важных элементов. В другом цехе идет ее подготовка и очистка. Сначала жидкость проходит механическую фильтрацию, где отделяются примеси. Далее воду чистят при помощи угля и катинообменных смол. Последний этап – система обратного осмоса, где при помощи мембран вода в итоге становится пригодной для производства нашего геля для душа. После того, как все необходимые ингредиенты готовы, они поступают в производственный цех. Здесь сырье гомогенизируют. Так есть натуральное масло авокадо, которое, конечно, плохо растворится, в принципе, практически вообще не ведется в водную фазу самого продукта. Поэтому для этого его необходимо подготовить. То есть мы его смешиваем с солибилизатором. То есть это вещество, которое помогает затем его как бы ввести в раствор уже продукта. В данном случае у нас солибилизатором является гидрогенизированное кастроровое масло. То есть мы вводим масло авокадо, либо любое другое растительное масло для другого препарата, смешиваем с солибилизатором. Это происходит вот в этом препарате гомогенизатор. Гомогенизатор представляет собой устройство с вращающимися внутри лопастями в виде колец с отверстиями. Попадающие на гомогенизирующий узел частицы выдавливаются под воздействием давления и проходят через отверстия при высокой температуре. Таким образом, компоненты в гомогенизаторе смешиваются друг с другом. Полученная гомогенная смесь, водная эмульсия и другие элементы попадают в реактор. Минимальное их количество – 20. Чтобы гель для душа очищал кожу от загрязнений, в него добавляют моющие средства. Загустить гель помогает соль, а придать бархатную текстуру – глицерин. Нейтрализует pH, молочная кислота, а запах создают ароматические добавки, консерванты и экстракты растений. Все это непрерывно перемешивается вот в этом аппарате. Температура от 70 градусов. Первая, изначальная. То есть мы вводим более трудно растворимые павы при 70 градусах. То есть когда они уже хорошо достаточно размешались, температура же в принципе падает. И она нам даже уже и нежелательна, потому что наши какие-то растительные экстракты, они уже требуют температуры не выше 40 градусов. Поскольку при более высокой температуре они просто могут разлагаться. Пять часов и крем-гель для душа под названием «Манговый шейк» готов. Но его еще необходимо залить в емкости. На Алматинском заводе создали свою уникальную тару. У нас очень яркие, сочные продукты, которые сразу видно. У нас несколько такой европейский стиль. Мы полностью все разрабатывали сами. То есть мы рисовали, мы подбирали из огромного количества тар, из огромного количества укупорки. То есть мы посмотрели, какая помпа, к примеру, подходит к нашей таре, чтобы она гармонично садилась, чтобы она была удобная, чтобы она красиво смотрелась, была модная. Чтобы стать модными, флаконы проходят долгий путь. Дизайнерские решения воплощаются в жизнь при помощи полипропиленовых гранул. Высокая температура плавит сырье, а экструдер выдавливает вот такие платформы. Теперь из PET-форм можно получить нужную бутылку. Делается это простым способом. Необходимо просто нагреть и надуть заготовку. Делаем основной упор на автоматизацию и на современные технологии. К примеру, у нас используется метод шелкотрафаретной печати. То есть мы не закупаем этикетку на большинстве видов нашей продукции. Мы печатаем сразу на таре. И на сегодняшний день мы производим более 15 видов упаковки. И, следовательно, к этой упаковке укупорку также производим. Теперь бутылки готовы к заливке. Автоматическая система регулирует уровень и конвейер выпускает до 36 тысяч тонн продукции в сутки. Дело осталось за колпачками. И гель для душа может отправляться на склад. Контроль качества здесь проходит на трех этапах производства. Сначала в лаборатории проверяют полученное сырье. Затем готовую моющую жидкость тестируют перед линией упаковки. И последняя проверка перед отправкой потребителям. Опять берется отбор проб уже готовой продукции. В количестве двух единиц. Если, допустим, это литровый или 750-миллилитровый, берется два образца продукции. Один образец скрывается, делаются физико-химические анализы. Один образец остается невскрытым и помещается в комнату хранения образцов. Для того, что если будут какие-то рекламации, претензии со стороны потребителей, мы в любой момент можем предоставить невскрытый образец продукции и исследовать свою продукцию в любой аккредитованной лаборатории. АЛМАТИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛМАТИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Сейчас шампуни, мыло, пены для ванн и гели, сделанные в Казахстане, красуются на полках у отечественных и зарубежных потребителей.